В первую очередь благодарю организаторов этого замечательного семинара за возможность сделать доклад на тему конструктивной организации деревьев умеренной зоны на примере видов, произрастающих в средней полосе европейской части России. Под конструктивной организацией мы понимаем систему скелетных осей. Под осью мы понимаем часть растения, имеющие по одному основанию и по одной верхушке, и служащие опорой для других частей. Скелетные называем ось, которая существует более одного года. Скелетные оси видимых порядков могут нарастать в результате моноподиального и симподиального нарастания. Они являются теми реальными структурными элементами, которые можно найти у всех деревьев и с помощью которых можно осуществлять различного рода сравнительно морфологические операции. Габитус дерева во многом определяется строением и взаимным расположением как осей низших, так и осей высших порядков. Но в данном сообщении я буду уделять внимание осям низших порядков. А к осей низших порядков относятся ствол, это ось первого порядка, биологически главная ось, и самые мощные оси первого порядка, входящие от ствола. Иван Григорьевич Серебряков отмечал, что становление жизненной формы дерева начинается с того момента, когда в побеговой системе молодого растения выделяется биологически главная ось, ствол, которая активно начинает расти вверх, ортотропно. И благодаря этой особенности, роста ствола, а также акротонному ветвлению, дерево максимально полно захватывает воздушное пространство и уходит в первые ярусы фитоциноза. Отечественные ученые внесли и вносят существенный вклад в изучение конструктивной организации деревьев. Но здесь я прежде всего хочу вспомнить Петра Генрича Шита, это известный советский ученок, пишет, плодовод. Работал он где-то в 20-40-х годах и установил целый ряд важнейших закономерностей, лежащих в основе организации крона деревьев. Также следует, естественно, вспомнить и Ивана Григорьевича Серебрякова, который обобщил большой фактический материал по жизненным формам древесных растений, описал морфогенез многих видов деревьев. Но в этом направлении работали и работают и другие наши отечественные ученые. Но я хочу сконцентрировать внимание на концепциях зарубежных исследователей, которые были предложены в 70-90-х годах прошлого века. Это концепция архитектурных моделей, концепция реперации, менее известная у нас концепция двух планов конструктивной организации деревьев. Эти концепции были разработаны в основном на основе изучения деревьев экваториального и тропического бессезонного климата. Позднее с позиции этих концепций была проанализирована структурная организация многих видов деревьев умеренного климата, которые произрастают в Европе и Северной Америке. Однако применительно к большинству видов деревьев, растущих на территории нашей страны, данные концепции в полной мере не использовались. И цель исследования состоит в рассмотрении конструктивной организации видов деревьев, произрастающих в средней полосе европейской части России, с использованием основных положений концепции зарубежных исследователей и достижений отечественных ученых. Начну я рассмотрение концепции двух планов конструктивной организации, предложенным Эделином. Иерархический план характеризуется наличием одной лидирующей оси ствола, которая является самой молчной и долгоживущей оси в побеговой системе дерева. Все остальные оси занимаются подчиненным положением. При полиархической организации в кроне появляются две или более равноценных мощных оси, каждая из которых формирует собственную соподчиненную систему осей. Ну, чаще всего две оси таких. Теперь я рассмотрю, какие же варианты нарастания побеговых систем лежат в основе реализации архического или полиархического плана. При моноподиальном нарастании формируется система, которая, в общем, имеет более или менее выраженный иерархический вариант строения. То есть главная ось, она длиннее, мощнее, чем боковые оси. Иерархическая конструкция формируется в том случае, когда симпадиальное нарастание, но при этом формируется один побег замещения. Но при симпадиальном нарастании может формироваться один побег замещения, два или более побегов замещения. Если один из побегов ненамного превышает по длине другие, то образуется такая неявная иерархическая конструкция. А если образуются побеги равные по длине и толщине, и которые стремятся расти максимально близко к ортотропному направлению росту, то есть они себя как бы ощущают стволами, то тогда развивается такая четко выраженная полиархическая структура. Чаще всего два таких побега замещения формируются и образуется структура, которую дальше буду называть июкой. Далее на следующем слайде показаны различные варианты нарастания побеговых систем клюна астролистного и клюна и синилистного. Здесь иерархическая система, образующаяся в результате моноподиального нарастания. Здесь неявная иерархическая, тут образуются уже два побега замещения. И вот у клюна и синилистного вот эта структура, которую я называю вьюка, два почти одинаковых побега замещения. Следует сказать, что формирование такой полиархической системы может произойти и при моноподиальном нарастании, когда главная ось сохраняет способность дальше расти за счет верхушечной почки. Но вот этот побег, который идет в главную ось, начинает отставать от боковых побегов, которые его перевершили. Вот как вот у клюна и синилистного. В течение нескольких лет такой побег может нарастать моноподиали, но потом, как правило, эта система отмирает. Ну, я вот подробнее далее остановлюсь на том, что же может произойти вот с этой вилкой при дальнейшем развитии побегов замещения. Если эти побеги замещения и формирующиеся на их основе оси растут с одинаковой интенсивностью, то это может привести к раздвоению ствола. Если же одна из сестринских осей примет в конце концов ортотропное направление роста, то она начнет выполнять функцию ствола, а другая сестринская ось отойдет в сторону и даст начало боковой ветви. И мощность этой боковой ветви будет зависеть от того, как долго эти сестринские оси развивались по программе ствола. И я следую сказать, что вот благодаря вот этому описанному выше способу формирования ветвей, то есть сначала сделать вилку, образовать два ствола, а потом один из стволов отклонить в сторону, в кроне дерева появляются самые мощные боковые ветви, которые по длительности существования, толщине, там, длине, мало чем уступают стволу. И крона старых деревьев обычно состоит именно из таких осей. Таким образом, в ходе морфокинеза иерархический план может путем образования нескольких равноценных побегов замещения смениться на полиархический, который, в свою очередь, за счет дифференциации сестринских осей и опять смениться на иерархический. Ну, вот здесь показаны различные варианты формирования кроны у березы, по-вису, обусловленные образования вилки. Вот здесь показаны два раздвоения ствола, вот тут тоже видно, что ствол разделся. Здесь мощная ветка подходит, но она отличается уже по длине и толщине от ствола. И здесь тоже несколько мощных веток образуется. Так, теперь далее. Значит, зарубежные наши товарищи, они решили исследовать факторы, которые определяют конструктивную организацию деревьев в лесах юго-западного Клибека. И они выдвинули такую гипотезу, что иерархический или полиархический план организации определяется той ролью, которая играет тот или иной вид в инфекционной системе. И что у них получилось? Что вот у видов деревьев ранних, скайдис-сукцесси, в основном реализуется иерархический конструктивный план, хотя там иногда могут всякие раздвоения ствола формироваться, но это редко происходит. У видов средних стадий сукцесси вилки чаще образуются, но потом они быстро дифференцируются на ствол и боковую ветку. У видов поздних стадий сукцесси у них эти вилки возникают чаще, и для них более характерна иерархическая, полиархическая организация. То есть у них получилась зависимость между планом организации и ролью, которую вид выполняет в сукционной системе. Дальше они следующее сделали вывод, что разные планы конструктивной организации могут реализоваться как при моноподиальном, так и при симподиальном нарастании осей. То есть характер нарастания осей не определяет конструктивный план дерева. И следующее их заключение, что виды сполиархической организации, более теневыносливые по сравнению с видами иерархической, имеют больший срок жизни. Ну, мы решили тоже повторить их исследование и проводили его в Московской области, Смоленской области, Нижегородской области. Но в качестве объекта взяли вот эти виды и изучали малолетние побеговые системы, то есть однолетние, трех-четырехлетние, подробно составляли схему их строения. А у среднегенеративных растений так визуально подсчитывали количество вилок и мощных ветвей в кроме. Ну и что у нас получилось? Что во многом план организации определяется видовой принадлежностью. Вот у ели в основном реализуется иерархический план построения кроме, хотя примерно у трех процентов деревьев можно обнаружить раздвоение дурхушки ствола. И вот у ели можно видеть побеги текущего года, у которых в конце векиционного сезона отмирает верхняя дистальная часть прироста годичного. Также у ели могут отмирать верхушные почки, верхушные почки и боковые почки. Ну и это приводит к появлению там двух-трех побегов замещения. Но у этого вида очень быстро происходит дифференциация побегов на ствол и боковую ветвь. Поэтому в целом для ели характерна такая достаточно строго выраженная иерархическая конструкция. А теперь клён. Астролистный и клён и синилистный. Они могут очень долго нарастать моноподиально в течение 5-6 лет, но потом верхушная почка у них отмирает и дальше развивается там 1-2-3 побега замещения. Они происходят или раздвоение ствола, или формирование мощных веток, отходящих от ствола. И интересно, что когда клён нарастает моноподиально, то боковые ветви, которые у него формируются, обычно более слабые и недолговечные. А вот самые мощные ветви, которые у него развиваются, это как раз и приуроченные к смене моноподиального нарастания на симподиальное. И теперь я перейду к осине и берёзе. Выяснилось, что для них характерно огромное количество всяких вариантов малолетних побеговых систем, и в этих системах часто развивается по полиархическому сценарию. И интересно, что там даже не диархические, а там в этих системах не две, а три-четыре формируются равноценных осей. Но тем не менее и берёзы, и осины, они различаются, начиная с берёзой. У берёзы, в принципе, может верхущая почка формироваться, но при развитии мощных побегов, которые участвуют в формировании ствола, и побегов, которые, на основе которых формируются мощные скелетные оси, у них верхущая почка в конце сезона отмирает, так что они нарастают эти системы в основном симподиально. Далее. Для берёзы характерно образование селептических побегов, которые формируются в окрепитальной последовательности в процессе развития материнского побега. И высшие зоны вот этих селептических побегов развиваются почки регулярного возобновления. На следующий год из этих почек формируется одна или несколько мощных побегов замещения и боковые побеги. Дальше они развиваются уже в скелетной оси. А селептические побеги тоже продолжают дальше расти, там, моноподиально или симподиально, и также они дают начало скелетным осям. То есть у берёзы скелетные оси могут происходить на основе побегов из почек регулярного возобновления и на основе реализоваться селептических побегов. Но чаще, примерно одна треть годичных побегов развивается берёза по следующему сценарию. То есть начинает формироваться годичный побег, он формирует, образует несколько селептических побегов, и верхушная почка отмирает. И селептические побеги берут на себя функцию побегов замещения. И они участвуют в формировании ствола и в образовании скелетных осей. И вот эта структура вилка у берёзы, как правило, формируется на основе селептических побегов. Ну, несколько забегу вперёд. Есть такая архитектурная модель, Приво. Для этой модели характерно следующее, что селептические побеги участвуют в формировании боковых скелетных осей. Так вот у нашей берёзы селептические побеги не только участвуют в формировании осей, а, как я уже говорила ранее, и в формировании ствола. И по динамике развития и по характеру размещения на материнском побеге вот те структуры, которые образуются берёзы, отличаются от модели Приво. Так что здесь можно, в общем, ещё одну конструкцию такую архитектурную описать. Теперь перейду к осине. У осины формируется верховочная почка. Но по нашим данным, примерно у 70% мощных побегов, которые принимают участие в формировании ствола и мощных скелетных осей, отходящих от ствола, верховочная почка или в середине легитационного сезона или в конце легитационный сезон отмирает. Так что осина может нарастать и моноподиально, и симподиально. Для осины характерны ивановые побеги. То есть, когда посреди легитационного сезона развивается закрытая почка, потом эта почка трогается в рост, даёт ещё один элементарный летний побег. И длина весенняя летнего элементарного побега может быть больше или меньше длины летнего побега. То есть, таким образом, осина может регулировать длину годичного прироста в зависимости от погодных условий. Селептические побеги у осины не образуются, зато у неё могут развиваться проэптические побеги. То есть, вот опасные почки упокоятся, потом в этом же году они дают начало боковым побегам. Также у осины могут развиваться ложные ивановые побеги, когда почечный котён не образуется, но развивается здесь зона укороченных междоузелей и небольших листьев. Так же, как у берёзы на Пареже, у осины может в течение вегетационного сезона, где-нибудь посередине, верхушка засохнет, либо она начинает расти как-то очень медленно, её обогоняют вот эти прироэптические побеги, и могут возникать такие иерархические, калиархические системы уже в процессе развития годичного побега. Вот здесь показаны на этом слайде схемы строения четырёхлетних побеговых систем, образующиеся у виргенельных растений осины. Вот мы одним цветом обозначены побеги, которые образовались в один год. Ну и самые мощные здесь побеги представлены. Вот на схеме А мы видим, что в течение четырёх лет лидирует одна ось. На схеме Б тоже вот лидирует одна ось, в общем, иерархический вроде план организации, потом формируются несколько почти равных побегов замещения, и иерархический план сводняется на полиархический. Вот на этом слайде в течение двух лет более-менее оси нарастают одновременно, она чуть быстрее другая, помедленнее, в общем. Ну, а вот здесь сначала лидировала вот эта ось, а потом её обогнала другая ось. И вот наблюдается такой как бы конкуренции между осями, которыми, так образно говоря, в какие-то догонялки играют друг с другом. Но и оси, и берёзы в целом деревья встроены, особенно если они в насаждениях растут. И по всей видимости на уровне целого растения, все вот эти полиархические структуры, которые развиваются на уровне вот этих маленьких побеговых систем, они нивелируются. Хотя у и оси, и, как я показывала, берёзы на открытом пространстве ствол может раздваиваться и могут формироваться мощные ветви. Далее мы вот восстановили следующую зависимость, от которых, впрочем, уже было хорошо известно, что деревья, которые растут на открытом пространстве, имеют более широкую крону, чем деревья, которые растут на саждениях. Ну, как это можно объяснить? Если у деревьев, то есть у деревьев там регулярно эти полиархические структуры возникают, но если дерево растёт в насаждениях, то идёт такая острая конкуренция за выход в воздушное пространство, и если эти полиархические структуры будут развиваться, и дерево будет делать дополнительные стволы и мощные побеги, то она отстанет как бы в росте от других деревьев и проиграет эту борьбу за выход в пространство воздушное, захват воздушного пространства. А вот на открытом пространстве, если дерево растёт на открытом пространстве, то такой конкуренции нет, и все полиархические структуры, они получают дальнейшее развитие, и вот можно увидеть раздвоение ствола и формирование мощных ветвей. Вот здесь показано, как выглядит дуб на сожжениях, и вот как выглядит дуб на открытом пространстве. Далее, вот по поводу роли генеративных побегов в санкционной системе. У нас климаксовыми, дефикаторами климаксовых сообществ являются обычная ель обыкновенная и дуб или липа, но для ели характерен строго выдержанный такой иерархический план организации, а для дуба полиархический, то есть как бы здесь конструктивный план организации деревьев не определяется роль в санкционной системе. Здесь наши выводы не совпадают с заключениями наших зарубежных коллег. Теперь по поводу теневыносливые виды или светолюбивые. Вот это липа теневыносливый вид и светолюбивые ива белая. Вот крона у них имеет полиархическую структуру и липа там живет лет более 300, а ива до 150 лет. Полиархический вариант организации необязательно характерен для теневыносливых видов. Но следует отметить, что у теневыносливых видов подростка, который может существовать длительное время в условиях низкого освещения, часто формируется зонтиковидная крона. И зонтиковидная крона образуется следующим образом. Струк завершает свой рост или начинает медленно расти, несколько ниже лежащих веток приподнимаются, перерастают его и дальше они расходятся в сторону. Образуется такая плоская крона, которая улавливает этот свет, который скудно проникает через густой полок. если образуется какое-то световое окно, тогда одна из осей подпрямляется, устремляется в это световое окно и восстанавливается иерархический план организации. Теперь я перейду к рассмотрению того, как иерархический план организации соотносится с концепцией архитектурных моделей. Архитектурные модели выделяют по особенностям нарастания, взаимного расположения и ветвления наиболее мощных ее элементов это ствола отходящих от нее мощных осей. И каждая архитектурная модель определяется сочетанием перечисленных высшем архиологических признаков. Устойчивые наиболее часто встречающиеся наиболее стабильные комбинации этих признаков и соответствуют 24 архитектурным моделям. Но по мере удаления от тропиков число архитектурных моделей, которые реализуются у наших деревьев, сокращается, потому что не все эти модели могут успешно произрастать в условиях сурового климата. Считается, что крона наших деревьев, деревьев высоких широк более всего соответствуют модели рау, модели с короной, модели масса, масса, и тролля один и два здесь есть. По поводу модели тролля, часто считается, что лип, вяз имеют архитектурную модель тролля. но по модели тролля, модель, которая формируется в результате с идеального нарастания, ветвление мезотона. И для этой модели еще характерно то, что побеги повисают вниз. Но если смотреть на липу, то липа она строго акротонно нарастает и свешивают с верхушки только слабых побегов. Здесь показано верхушка молодого генеративного дерева и все мощные побеги у нее направлены после верх. То есть есть такое несоответствие. Дальше. Если смотреть архитектурные модели Кариба или Венберг, то они имеют полиархический вариант организации. Модели Кариба нарастают, потом он раздваивается и потом одна сестеринских осей берет на себя функцию ствола, отходит в другую сторону и на ее основе уже образуется ветка. А у Ленберга здесь происходит постоянное раздвоение ствола. так вот если оценить наши деревья их конструкцию с архитектурными моделями, то у нас нет ни одного вида, который бы полностью соответствовал той или иной модели. У нас получается, что как бы основа любого дерева модель с иерархическим планом организации, но обязательно в нее включаются элементы модели Ленберга или Кариба. А вот у хвойных деревьев, особенно у пиццей, более четко выдерживается этот иерархический план построения крона. И по всей видимости архитектурные модели следует рассматривать не как реализованный генетический план развития побеговой системы растения от начала до конца, а как один из вариантов, который в процессе морфогенеза может чередоваться с одним или двумя другими. К такому же выводу пришли наши коллеги, которые изучали деревья в Квебеке. Теперь требует уточнение такой признак, как верхочное или пазочное положение соцветия. Считается, что появление верхушечных соцветий изменяет способ нарастания оси моноподиальная на симпедиальная, а появление пазочных соцветий не меняет. Однако авторы концепции архитектурных моделей не делают различий между пазочным соцветием и односезонными генеративными побегами, у которых соцветие может занимать верхушечное положение. Я поясню. Вот генеративный побег клёна и синилистного завершается верхушечным соцветием. Ниже формируются листья срединной формации, почки регулярного возобновления, тут еще симпатические побеги. После доношения верхушечные соцветия отмирают, а вот эта вся осевая часть встраивается многолетнее тело дерева. генеративный побег дуба, с типичным пазочным расположением соцветия. Завершается он, этот побег, верхушечной вегетативной почкой, соцветия, эти пазочные отмирают, а весь этот, вся эта ось встраивается в скелетную основу дерева. Так вот, когда появляются такие побеги генеративные, как у клёна и синилистного, тем более, если они развиваются с верхушечной почки, тогда действительно нарастание сменяется с моноподиального на симподиальное. Когда в клоне появляются такие односезонные генеративные побеги, которые, как правило, термина их почек не развиваются, они развиваются только с боковых почек, тогда тоже не меняется характер нарастания осей. Так же, как я говорила, не меняется характер нарастания осей при появлении побегов с рукопазочными соцветиями. Но здесь важно понимать, что пазочное соцветие не гомологично генеративному побегу. Пазочное соцветие это часть генеративного побега, а вот такой генеративный побег представляет собой самостоятельную конструктивную единицу. И когда проводится серьезный сравнительно морфологический анализ, то это обязательно надо принимать внимание, иначе можно существенные такие, иначе наше исследование может иметь такие существенные ошибки. Вот, теперь несколько слов о роли генеративных побегов формирования осей. Вот, например, модель кариба мы видим, что боковая ось, она образуется на основе вот этих осевых многолетних частей генеративных побегов. Махимовский называл их резидами. Ну вот, если возьмем тот же клен астролистный, то клен астролистного оси нарастают сначала моноподиально, потом могут подключаться эти генеративные побеги и дальше последовательное развитие генеративных побегов привод формирования такой ложной дихотомической системы, которая хорошо заметна в кроне дерева. Теперь про березу. Березы, скелетные оси, они нарастают сначала образуются на основе вегетативных побегов, затем в их состав начинают включаться побеги, которые завершаются мужскими сережками. И с этого момента начинает фенироваться такая рыхлая система, которая и повисает вниз. Ну, здесь меняется интенсивность деятельности камбия. И березы, все оси, они со временем переходят в это репродуктивное состояние. Последнее в репродуктивное состояние переходит ствол, и с этого момента дерево практически уже перестает расти в высоту. Ну, теперь я перейду к концепции ретерации, которая охватывает все процессы, в результате которых происходит дублирование акцентурной модели или ее восстановление после различного рода травматических повреждений процессов, связанных с естественным старением. Наши зарубежные товарищи, они систематизировали все эти явления и разделили процессы называются ретерации образованных систем ретерационными комплексами. Вот бывают ретерации немедленные и ретерации отложенные. Ретерация немедленная это из почек возобновлений или на основе селептических побегов. Это все процессы, которые связаны с раздвоением ствола, о которых я уже раньше говорила. А ретерация отложенная это из спящих почек тут разные варианты есть. И я остановлюсь на ретерации, которая происходит в ответ на естественное старение осей. У лиственных пород спящие почки обычно закладываются в основании годичных приростов. Начальные этапы формирования крона, то, что называем архитектурными моделями, происходят в основном за счет почек регулярного возобновления и также там могут принимать участие еще селептические побеги, как, например, у березы. Каждая ось, даже ствол, имеет генетически предопределенный срок жизни. И когда эта ось развивается, то нарастание и ветвление происходят за счет почек регулярного возобновления. Но по мере подхождения завершения жизненного цикла эти приросты уменьшаются, соответственно, уменьшается и число почек регулярного возобновления, следовательно, уменьшается фотосинтезирующая поверхность. и как раз замедление роста этих осей приводит к кондициации спящих почек, которые являются единственными точками роста в этой системе. Из спящих почек развиваются небольшие побеги, и самое интересное, небольшие, они разные подлинные бывают, направлены ортотропно вверх, и эти побеги дальше нарастают и образуют ретриционные комплексы, которые замещают отмирающую часть материнской оси. Когда эта вся система завершает цикл развития, она отмирает, и это инициирует развитие спящих почек, которые располагаются в средней части материнской оси. Из них образуется уже более мощный ретриционный комплекс, потому что они замещают большую часть этой материнской оси. Ну и в конце концов вся вот эта ветвь первичной проны может заместиться на ретриционный комплекс. И ретриционный комплекс по завершению роста ствола тоже может образоваться на этом стволе. Но интересно, что у деревьев в отличие от кустарников ретриционные комплексы и спящих почек в основании ствола не формируются. У кустарников регулярно по эндогенным причинам происходит смена стволиков. А у деревьев ствол может образоваться только если мы его спилим либо из почек на корневых обрысках либо на ксиларизмах. Вот эта закономерность была изучением всех этих процессов связанных с образованием ретриционных комплексов и спящих почек была досконально дотошно изучена шитом и описана как закон циклической смены скелетных и обрастающих ветвей. И вот на этом слайде вот эти вот ретриционные комплексы видны. Они так вертикально как-то ориентированы. И часто ветви принимают такой Г-образный облик. Эта часть это остаток материнской оси, а вот этот ретриционный комплекс. Ну и вот здесь тоже на этом слайде показаны эти ретриционные комплексы, которые хорошо можно в кроне дерева выявить по их вот такому ортотропному направлению роста и гораздо здесь более светлые, потому что они образовались позже, чем материнская ветра. Ну и здесь очень важно вспомнить теорию циклического старения и обложения кренка, что спящие почки, имеющие календарный возраст, физиологически более больший календарный возраст, физиологически более молодые. Шит, он так описывал систему, когда дерево формирует крону, то она развивается в центро стремительном направлении, а когда уже начинают формироваться территориационные комплексы, то крона начинает в противоположном направлении формироваться, центро стремительном. Так, ну теперь я перейду к территориационным комплексам, которые формируются у клойных видов. Начну я с ели обыкновенной. У хели спящие почки развиваются только в пазухах самых верхних почных чешуй, а также могут формироваться и в пазухах хвоинок по всей длине годичного прироста. Вот здесь эти вот показанные побеги, которые развиваются из пазухных почек. Вот я рассмотрю, как происходит их развитие на растущей материнской оси. Вот ствол это отходит ось от ствола и вот на участках этой оси возрастом где-то 3-4 года происходит инициация спящих почек. Из них развиваются небольшие побеги. Эти побеги могут еще в течение нескольких лет расти, ветвиться. Потом они могут достигать 15-20 максимум 70 сантиметров. Потом рост прекращается и в основании присыпаются спящие почки следующего порядка и в конце концов может образоваться вот такой целый пучок, состоящий из молодых и старых засыхающих веток. Но так развиваются рестрирационные комплексы, если этот участок материнской оси освещен, а если он затенен, тогда эти рестрирационные комплексы появляются, но быстро погибают. А вообще получается такая ситуация, что инициация спящих почек она приручена к началу отмирания хвои. Хвоя там живет 3-4 года, как она начинает отмирать, тогда эти спящие почки инициируются. Здесь показана ветка, которая обращена к свету в виде такой оборочки. это рестрирационные комплексы, а эта ветка обращена более затененная, и вот эти рестрирационные комплексы торчат в виде ретрирационных комплексов. Ретрирационные комплексы замедляют старение ветвей первичной кроны. Это особенно хорошо видно, если анализировать, как устроено дерево, растущее на пушке. Те ветви, которые обращены на открытое пространство, освещены светом, они вот так вот прямо все покрыты этими ретрирационными комплексами. Где-то 80% хвои как раз образуют на этих ретрирационных комплексах. А если смотреть на ветви, которые обращены в лесу, то они либо давно все подмирали, либо уже находятся на последнем стадии развития. Также интересно, что у нашей ели, когда происходит естественное отмирание ветвей, отходящих от ствола, в основании этих ветвей ретрирационные комплексы не образуются. А другая ситуация у Ивы Шренко. отмирание осей отходящих от ствола вызывает образование целого пучка ретрирационных этих комплексов и они формируют вторичную крону, которая как юбочка на стволе у деревьев образуется. Теперь я перейду к сосне нашей. У сосне как вы знаете в процессе развития формируются очень сложно устроенные системы в течение годичного побега системы, которые состоят из ауксибластов и селептически образующихся брахибластов. В основании годичных таких приростов спящие почки не закладываются. А спящие почки могут сформироваться ниже почек регулярного возобновления. И живут такие почки недолго, лет 5-6. Огромное значение в жизни сосны имеют верхушечные почки брахибластов. Они, как правило, не инициируются. Но если у дерева повреждается верхушка, например, у молодых деревьев часто верхушки животными повреждаются, либо там ветром, либо снег обломал верхушку, то это вызывает массу, инициацию верхушечных почек брахибластов. Из них начинают развиваться вот эти годичные приросты прям пучком. Затем происходит следующее. Эти вот все побеги, конкурируют между собой, постепенно большая часть из них отмирает и остается один или два самых мощных, которые восстанавливают ствол. Если их два, тогда ствол раздваивается. Но опять-таки когда у нашей сосны отмирает ветви, отходящие от ствола, то в их основании вот эти ретариционные комплексы не формируются. Но у сосны сибирской вот эти почки, которые располагаются в дистальной части, они дольше существуют и они дают начало тоже вторичной кроне. Ну и завершу я лиственницы сибирской. У лиственницы сибирской два типа побегов аоксибласты и брахибласты. Но брахибласты в отличие от сосны сибирской образуются из почек регулярного возобновления. И они могут очень долго, в течение более 20 лет нарастать там на доле миллиметров. И кстати они более живучи чем аоксибласты. Вот их можно обнаружить и в основании старых ветвей, где уже все эти ветви, которые образовались из аоксибластов давно поатмирали. можно обнаружить и на стволе. Так вот брахибласты могут долго нарастать моноподиально доли миллиметра, а потом брахибласт может дать начало аоксибласту. Вот эти молодые аоксибласты, которые образовались из брахибластов. здесь уже многие ветки отмирают, и здесь вот наверное таким образом компенсируется уже то, что синтезирующая поверхность уменьшается за счет этих аоксибластов она компенсируется. Ну и вот здесь показан полдерево, это отмершая ветка, в основании ее вот эти самые брахибласты живые, и за счет их развития может и у лиственницы тоже сформироваться вторичная крона. Ну и далее. Крона дерева это результат реализации нескольких морфогенетических программ. Это программа развития эрархической конструкции, программа формирования элементов полиархической организации, программа образования ретерационных комплексов и спящих почек. В процессе формирования побеговой системы дерева эти программы могут реализоваться подчередно или синхронно. Формирование крона начинается с реализации эрархической программы, которая позволяет дереву захватывать воздушное пространство, выходить в первые ярусы фитоксиноза. Но дерево надо еще и эту крону расширять и повышать ее долговелить. Поэтому здесь уже подключается программа по формированию этих элементов полиархической структуры. Ну, а на последних этапах уже во все вступают в силу эти программы, связанные с образованием ретерационных комплексов. Ну, и вот крона старых деревьев, она, в общем, представлена в основном ветлями, образовавшимися в результате раздвоения ствола и формирующимися на этих ветлях мощными ретерационными комплексами. Ну, и в заключении, безусловно, концепт, предложенный нашими зарубежными коллегами, имеет огромное методологическое значение. На первом этапом, аналитическом этапом, надо изучать специфику структур, образующихся в результате реализации той или иной морфогенетической программы. А уже на втором синтетическом, обобщая установленные ранее закономерности, воссоздавать общий план строения объекта. Ну, меня все благодарят за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое, Марина Викторовна. Как вы умеете о сложных вещах рассказать так, что становится понятнее и проще? большое спасибо. Давайте вот посмотрим, во-первых, в чате, что у нас есть. Александр Константинович пишет, мне кажется, у липы получается тролль наоборот, по крайней мере, та, что растет у меня под балконом. у нее верхушка несколько отклоняется, а потом выпрямляется. Отклоняется здесь, у липы часто образуется, а как отклоняется, вниз отклоняется, куда отклоняется, потому что у липы часто образуется два почти равных побега замещения, но один немножко посильнее, а другой послабее. Ну, здесь вот конкретно надо смотреть. для тролля характерно повисание верхушки побега вниз. Вот такое там ваше липы получается? отклоняется, здравствуйте, отклоняется, но так заметно. Там прирост чуть ли не метровый за год и сантиметров на 30 в сторону отклоняется. Ну, прям повисает? Ну, нет, нет, Повисаний нет. там для модели тролля характерно, что верхушка должна повиснуть. Ну, здесь получается, что ветка растет довольно другообразно в сторону, ну, а потом вот это вот упрямляется. Другообразно, но вот все же вот самые мощные ветви, у вас дерево старое или довольно еще нет, еще не совсем старое. ну, ладно, в общем, ладно, так, это частично. Ну, во всяком случае, липами растают акросимпедиально, а модель тролль это мезосимпедиально, модель тролль скорее подходит для наших кустарников, для спиры, для, не знаю, калин, вот, эта модель характерна для кустарников, а не для дерева. Хотя наши коллеги зарубежные считают, что у бука так, то часть ветки, дистальная часть прироста уходит в ветку, но я так в наших деревьях не видела. Дорогие коллеги, какие будут, может, еще какие-нибудь будут вопросы? У меня вот очень глупый вопрос возник. Вот значит, полиархические системы, когда стволы примерно равного размера получаются и мощности. Вот вы разбирали разные варианты, как это может происходить в плане моноподиального и симподиального нарастания. А вот один вариант еще теоретически возможен полиархической вот этой системы, когда главная ось продолжает расти, а боковой побег он растет с той же точной силой, как главная ось. Нет, такого я не видела. Это то, что нам рассказывают у, допустим, печеночника пели. Вот кажется, что он дихотомически ветвится, а там вроде бы боковая ось такую же точную силу имеет, как главный побег. Ну, просто вот интересно, у деревьев такое бывает вообще? Ну, я вот такую конструкцию видела еще и не только у печеночников, а вот этих бокоблодных муков, например, у плерозиона. Ну, у деревьев нет, такое не видела. Понятно, спасибо. Дорогие коллеги, может кто-то еще хочет что-то сказать или какой-то вопрос задать? У нас такая сегодня аудитория представительная. Дмитрий Дмитриевич, вот есть несколько вопросов. Ну, во-первых, здравствуйте. Здравствуйте, Наталья Коуна. Да. Видеть вас всех. Марина Викторовна, спасибо за огромный интересный обобщенный материал. И главное, что мне хочется сейчас сказать, это то, что здесь мы сегодня посмотрели на дерево совершенно другой стороны. То есть, в принципе, раньше я вспоминала некоторые ваши доклады, но вот так, чтобы это было все обобщено, все вместе, такое я слышу в первый раз, огромное спасибо. И вот в самом начале, когда вы говорили о стадиях сукцессии, видимо, наши иностранные коллеги под сукцессией понимают антогенез, правильно ли я поняла, или это сукцессия в традиционном смысле, то есть, уже на более подних стадиях развития сообщества крона меняется, вот что здесь имеется в виду под сукцессией, это первое? Ну, сукцессия, это, ну, так попросту говорят, что там березняки сменяются светло-хвойные породы, березняки, там осенники со временем будут сменяться на темнохвойные, там, на ельники или на широколистые, там, на дуб или на липу. И вот у деревьев вот этих первых стадий, которые пионерные виды, у них иерархическая организация, а те, которые их потом сменят в процессе развития сукцессии, они вот больше склонны к полиархической организации. Ну, то есть здесь рассматривается, если мы берем березу, то берез ты чисто березняк, ведь иногда березняки бывают очень такие густые, насаждения очень густые, поэтому там, конечно, от иерархической модели никуда не уйдешь, по-другому развиваться не сможешь. То есть здесь все-таки имеется в виду то, что имеется в виду сукцессия, это именно сукцессия растительного сообщества, правильно я поняла вам? Да. Хорошо. Это был такой у меня первый вопрос. Вот. А второй вопрос уже к последнему, скажем, к концу вашего сообщения. Это совершенно замечательно, что вы выделяете три программы морфогенеза, вот эти иерархические, полиархические, реинтернационные комплексы, но скажите, можно ли что-то найти общее между этими вот тремя программами морфогенеза? или они совершенно разные? Ну, да нет, те другие развиваются результаты нарастания и ветвления, но иерархически там как бы лидирует эта вот система, где лидирует главная ось. При полиархическом получается механизм, который способствует образованию мощной ветви, ну, это переход от иерархической, от одной главной оси к двух главной оси, чаще всего две главные оси, да, и получается уже в эту иерархическую организацию включается, ну, если реализуется иерархическая организация, то, как писал Серебряков, главная ось является главной, основной биологической оси, все остальные оси есть соподчинены и уступают по длине, толщине и долголетию этому стволу, да, если мы переходим к этому полиартическому варианту, то в кроне дерева получается очень мощные ветви происходят раздвоение ствола, то есть, как бы, новые элементы включаются в эту организацию, которая, как бы, повышает и долговечность дерева и дает возможность дереву сделать более широкую крону, и те и другие программы существуют на основе почек регулярного возобновления, да, или там на основе селептических побегов, а вот уже ретерационный комплекс, вот эти отложенные ретерации, это уже вступают в действие спящей почки. Ну вот, я сейчас вспомнила статью о лево в этих архитектурных моделях и вообще конструкции тела растения, тела, вот древесного такого растения, тела растения, и вот он пишет о том, что если мы смотрим побеговые системы, которые находятся на верхушках кроны, то они удивительно похожи на побеги травянистых растений. Вот, не кажется ли вам, что вот именно это особенно реитерационные комплексы, это какие-то такие, такая-то такая программа, у которой базальное основание, то есть какая-то идет аббревиация базальной обрыв вот этих начальных стадий развития крона, реализуется только уже самый заключительный этап развития скелетной силы? Нет, Наталья, нет, здесь все-таки знаете, как, ведь они появляются, если мы берем эти побеги, они развиваются в ответ, вот, нет, извините, вот, есть какая последовательность, вот развивается ось первичной кроны, да, которая нас характеризует архитектурную модель, вот она развивается, потом цикл развития завершается, да, она развивается по своей программе, потом цикл развития завершается, и только после этого включается вот эта программа развития спящих почек, которая замещает эту отмирающую часть, может заместить ее полностью, таким образом, как бы продляется существование вот этой скелетной основы дерева. Ну да, я согласна, что скелетная основа дерева продляется и удлиняется жизнь вот этой скелетной оси, но посмотрите, начальные этапы развития, если, допустим, взять вот эту боковую исходную ось, и этот реитерационный комплекс, то реитерационный комплекс отличается тем, что он на начальных этапах развития задерживается, и вот он как бы у него продляется вот эта стадия покоя, он не включается дольше, не включается, поэтому он дольше не включается, и вот первые этапы, они проходят в таком состоянии покоя, если сравнивать с этапами развития этой боковой оси, и поэтому уже реализуется в этом реитерационном комплексе, если по годам считать, то последние этапы развития этой исходной боковой оси, потому что много программ развития побеговой системы, наверное, у одного и того же растения быть не может. Она каким-то образом изменяется именно в развитии их частей по времени. Ну, это вот просто, я рассуждаю вслух, вот и моя по поводу доклада вашего. Наталья Павловна, но ведь омоложение тогда не происходит. Почему? Почему не происходит? Не такое большое, как хотелось бы. Извините, что я перебиваю, Марина Викторовна, вас. Нет, все совершенно правильно, конечно. Какое там особенное омоложение не может быть. Хотя, если, допустим, как у лиственницы, вот этот реитерационный комплекс, где-то из корки выходит, там какое омоложение. Только если рассматривать в том смысле, что появляются новые вегетативные и асимилирующие листья, вот он тут чего-то омолодился, появились молодые листочки. Здесь, знаете как, все-таки, вот здесь надо еще различие между реитерационными комплексами лиственных пород и хвойных пород. У лиственных пород эти реитерационные комплексы, они могут достигать и трех, и четырех метров, но они всегда меньше, чем материнская ось. Они могут замещать вот полноценно, практически, главную, ну вот эти вот ветви первичной кроны. А у всех хвойных пород, эти реитерационные комплексы, они небольшие, там, ну метр не больше. Ну да, если... Здесь различия, вот кстати, надо сказать, что голосеменные, они различаются от лиственных не только вот по строению стробелов, листьев, но и вот по этим самым особенностям этих спящих почек, по их расположению. Потом у хвойных, получается, есть структуры, которые выполняют функцию спящих почек. То есть у лиственницы нет спящих почек, а есть структуры, которые их выполняют. И вот у рассмотренных выше деревьев ветвиационные комплексы, они способствуют долговечности, ну, оси материнской, но они ее полностью не замещают, как это могут сделать лиственные породы. Спасибо. Очень интересно. Спасибо, Марина Викторовна. Тут вот от Анны Копаниной целый ряд сообщений. Значит, во-первых, она спрашивает «Добрый день». К сожалению, подключилась довольно поздно. Будет ли доступна презентация после окончания связи? Ну, я запись эту веду, но вопрос неоднозначный, стоит ли ее размещать на сайте, потому что… Я думаю, что если люди интересуются презентацией, докладом, они как-то там дальше будут использовать свою деятельность, я думаю, что давайте разрешите ее, там, и публикование, и… Ну, хорошо, тогда мы с вами это согласуем. Если вы, Марина Викторовна, разрешаете ее опубликовать на сайте, то мы, я думаю, это будет общее мнение всех, кто сегодня вас слышал, мы очень вам советуем как можно скорее написать про эту статью, потому что это очень интересный материал, который позволяет собрать все вместе и, наконец, понять то, что мы раньше не понимали, а о них там даже и не задумывались. Это вещи, которые прямо напрямую просятся, чтобы их рассказывали студентам на экскурсиях, использовали это вот прямо вот то, что всем нужно. Поэтому мы очень вам советуем, напишите про это поскорее. Хорошо, но на самом-то, они вот эти, многие вопросы уже освещены, но вот в целом, да. Нет, ну вот в целом-то очень полезно это, в целом все увидеть, вот как вы сейчас сделали, в краткой, ясной и очень такой обобщенной форме. Кажется, это просто замечательно. Вот вопрос еще от Анны. Затрагивали Марина Викторовна вопросы изменения конструкции побеговых систем деревьев или кустарников при трансформации жизненной формы в экстремальных условиях, например, на северном и вертикальном пределах лесной и древесной растительности. Очень интересно мнение Марины Викторовны на эту проблему для лиственных и хвойных деревьев. Нет, наверное, так подробно не рассматривала. Да. Да, вот Александр Константинович рекомендует не статью написать, а учебник или учебная пособия по биоморфологии древесных жизненных форм. Ну, я думаю, что Александр Константинович со мной согласится, что и то, и другое надо сделать. И обзорную статью, и учебник. Александр Константинович, вы всегда заветно говорите, что как то, так и другое, правда? Да, вот, да. Да, да. Ну, ваш, спасибо. Послушайте Марину Викторовну по поводу мхов. Да, Александр Константинович еще писал, что у вас, ну, и мы все знаем, это не открытие, что вы занимались архитектурными моделями мхов, вот, чем мало кто занимался. Если вообще кто-нибудь кроме вас занимался, и, конечно, если вы любезно согласитесь, мы очень хотим когда-нибудь услышать и про это. Ну, да, статьи как-то вышли, но как-то они это не получили. Да, может быть, когда-нибудь вы согласитесь это сделать? По мхам, да. Потому что это очень интересно. Ну, и не только по мхам. Почему-то как-то они не пошли, как-то не были невосприняты. Ну, может быть, вот если вы сделаете доклад, чуть-чуть больше они будут восприняты. Ну, у меня только там несколько облодных мхов, но там, да, там получилось очень интересно. Да, ну, давайте будем, мы будем вас просить, а дальше посмотрим, как будет у вас получаться. Хорошо, ладно. У меня еще вопрос есть немножечко, вот он, может быть, отчасти перекликается тем, что Анна написала. Вот очень интересно, вы рассказали про различие между елью обыкновенной и елью Шренка. вот в том, как там эта реитерация проходит. А вот какое-то, ну, такое экологическое, адаптивное объяснение этого есть. Ну, понятно, что это виды разные, но все же это виды одного рода. там, и вот кроме того, что у разных видов все по-разному, что-нибудь как-то с тем, где, что, ну, там, я знаю, в горах она растет, это ель Шренка, да? Как, что-то там вот можно такое? Нет, вот здесь я ничего не могу честно придумать. Почему и у сосны. Вот Серебряков писал, что у сосны и у ель практически нет спящих почек, или они живут лет там до семи. А почему у ели Шренка они живут дольше, да? И почему у сосны сибирская? Ну, правда, может быть, сосна сибирская, она... Ну, нет, у меня нет объяснений, правда. Потому что это ведь как-то вот напрямую должно как-то с экологией, там, со структурой сообществ, там, что-то должно здесь как-то получаться. Ну, они могут быть в таких вот... Все-таки ель, она... Шренка, она растет не так густо, деревья. Ну, вот да, я так думаю, из-за того, что она растет в горах, там, со всех сторон освещена лучше, там, что-нибудь вот такое, да? Да, и кедр тоже растет, не образует таких плотных насаждений, какие-то, может быть. Понятно. Ну, вот так вот, не знаю. Понятно, спасибо, спасибо. Дорогие коллеги, есть ли у кого-то еще какие-то... какие-то комментарии или вопросы? Сегодня очень много участников подключилось. Ну, что если... Если нет, то мы закончим на той ноте, что мы, Мария Викторовна, ждем ваш новый доклад, вашу новую книгу и статью. Хорошо. Спасибо. Такой план действий нам будет. Да, да. Спасибо огромное, что вы согласились у нас выступить. Вот, и мы тогда разместим в интернете вашу запись. Спасибо. Я всегда размещайте. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. И спасибо всем, кто к нами подключился. Нам это очень важно. И мне тоже спасибо, что послушали. Всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.